ну что господа всех приветствую это у нас вторая миссия мы продолжаем по-прежнему x-com у нас миссия давайте выберем в том-то серии мы выбирали выбирали что-то я сомневаюсь что брать не знаю инженер или ученый давайте ученый кто-то уровень сложности низкие пока как прокачивать нашу команду мы можем менять наших бойцов оснащение сейчас я хочу так не более одного на одном бойце а так тяжелый рюкзак осколочный у снайпера осколочный так чего бы взять так новобранцу пихнуть осколочно пусть осколочного брал тяжеловесу взять тоже медпак вместо граната думаю металла у него гранатомет есть но тем более ему нужна медпаки на так у нас получается два медпак 2 осколочный в принципе выбор сейчас небольшой но думаю нормально будет так начинаем операцию были ух надеюсь не начну сейчас терять людей готовимся к высадке штурм один высадка мексике срочно нужна наша помощь по данным радио перехвата в одном крупном городе уже несколько раз видели пришельцев надо отправиться туда и разобраться с лунатиками так у нас похищение людей привести осмотр места похищения определить уровень угрозы 3 за всех противников но в принципе что-то просто найди да убей ничего особенного так высадка пошли пошли так но самое главное у меня снайпер я рейнджер ударный обожаясь в этой игре снайпер так у нас понял рейнджер специальным 1 может приступать к операции так я вижу уже дом какой-то так тяжеловес пошел так снайпер снайпер должен сзади прикрывать как бы пойти как как смотреть карту сверху блин вот еще чё так глухая оборона как же мне бойцы нет хочу вверх улетел чтоб камера а вот нет но это второй этаж а вообще чтобы еще еще выше ну ладно к не очень нужно давайте я даже не знаю какую сторону вот я вижу эту штуку здесь людей похищали давайте этого суда отправим пошире все но новобранец давай посмотрим в супермаркете если там кто внутри как я их слышу тварей сейчас ход противника так тяжеловес пошел вон они ах вы подонки так один задний выход вышел снайпера мнение до стрельну да давай снайпер то что до подходи ближе а чутка устойчивость не дает бойца критическую метят потери крови а он же у меня с этим так чуть и стекла до тогда куда может дойти но давай хотя бы вот до суда добеги что в тебя не стреляли мы через стенку они меня не грохнут же так врываемся внутрь пошла слышимость вон там на втором этаже кто то есть по ходу дела они тут не одни ладно ладно либо второй этаж либо слышали вон он подонок ах ты гад а фигушки тебе сейчас мы тебя ему на помощь братью не пришел учил боеготовность так чем не выстрел из рпг и либо выстрел 30 процентов 27 процентов но 30 процентов лучше мясо снайпер снайпер позиции говно давайте вот так вот снайпера так я могу взять и перекинуть эту гранату ну взять и вот тут нет стой стой а как ждут дикой просто нет 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 вот так хочу вот так снайпер у меня просто минус один так вижу 2 чё будем делать отстреливаться 25 процентов всего попадания давай-ка ты туда беги ах ты подонок отлично я же забыл что у него боеготовность боеготовность это тогда когда вы бежите и вас могут заметить так вот здесь уже должно побольше 25 процентов попадания давайте тоже гранату используем лови есть без потерь без все пока хорошо но только нет у нас больше гранат походу так как мне подняться тут на второй этаж лестнице нету ладно смотримся дальше давайте стой ты блин тяжеловес давай туда вперед так снайпер давай-ка сиди здесь снайпер еще на прикрытие будешь блин а выход тут только два да давайте к выходу я думаю не с той стороны улицы по-любому или в том здании у там еще я смотрю здание какое-то есть получается 1 здание 2 здание мне кажется в том здании да подойдем к окнам посмотрим поближе и подведем сначала судах поближе всех людей слышу все таки они в том доме слышали что нибудь снайпер на дно удобную позицию мы знаем что они там но здесь нет лестницы на второй этаж а вообще на крышу залезть так ладно бить дверь не бить еще боюсь что сейчас дверь выбью они там а их много он тут один давай ладно было не было так ну пока все там что то есть понял я что там есть давайте к окнам есть вон на парковку убежали так давай пошел к окнам все к окнам 47 процентов но это уже что-то дал возьму мага на так сразу побежал куда-нибудь вон за ту машину не добежишь нет нет не добежишь походу делала на за угол дома пошел снайпер на парковку бегом пошел так ты из заднего входа пошел надеюсь больше нет этих ублюдков так ты что с тобой ты помогаешь ему пошла сейчас он на открытой позиции для снайпера ах ты поддонок подбили я жиловес на его нет 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 снайпер как не достает да ладно тут позиция для снайпера идеально ладно вперед снайпер ходы сидя не потерял ладно чем могу с этой дверью делать открыть и давай пошел внутрь есть там кто ходу дела нету пошел на второй этаж так ты под прикрытием туда следующий так тяжеловес как насчет рпг нет нельзя рпг все-таки хочу какие-то остатки хоть одного инопланетянина взять давай бросала задание выполнено здорово возвращаемся на базу все-таки ни одного выстрела снайперу не дали сделать всю работу сделал принципе один тяжеловес мой так деньги по-моему каждый месяц дают командиру x-ком сейчас будем сейчас будем штаб повторяю штурмовики наши авангард так у нас уже есть штурмовики я ползу у нас еще один нуб вот поддержка мне очень нужна тоже так что делать дымовая шашка так можно сказать дым улучшает защиту своих и чужих бойцов на 20 значит нам чужих тоже обгрыживать так новое здание могу строить лаборатории каждой лаборатории величие скорость исследования на 20 плюс 10 скорость исследования за каждую соседнюю лабораторию так операция скрытый старик сообщение совета в мексике от реакцион помешал пришельцам теперь тихуана в безопасности государство мекси благодарю вас за помощи передает знак узнать следующих четыре ученых повторяю европа в тревоге и азия в тревоге паника взросла до связи команда связи каждый член совета хочет чтобы его страну прикрывали спутники планировать покрытие дело сложно опустить спутник так решить область путинга покрывая на на страны совета дает дополнительные деньги за каждый запущенный спутник чем больше спутников следить за континентом большим средств приносит странах надпоспать на блины мы должны перехать быть должны быть перехватчики так плюс 270 не скажешь запустить так сейчас спутника один спутника ти плюс ученый плюс инженер в месяц ухты надо больше а максимальная уже два на орбите есть да ну окей ладно пока все страны нормально как бы так как какие деньги мне сша сколько плюс 270 понял мы посмотрим что это за контакт только я сомневаюсь что он имеет хоть какое-то отношение канала так в россии плюс 225 к британии 150 что-то чую я что больше денег дает только россия и сша до все по 150 инди вообще 90 их можно не прикрывать мало бюджетки 150 на сша только прикрывайте россию даже китай дает 150 но средничок дает в китае вообще паника во франции тоже паника ладно на сша нигерия пока под прикрытием нормально так нужно отправить куда-то моих самолет и сейчас подождите как это делать финансовый xcom в месяц 700 долларов приносит нам уже так ладно серый рынок а это мы некоторые члены то что мы можем купить и продавать не быть полезное устройство вещи на продажу стоит выбирать осторожно есть подозрение что даже ученые пока не знают истинную цену на вас уйдите я из этого текста не все рынок текущие запросы что и запросы а когда совет нас просят какие-то миссии или что-то в этом роде ладно так в ангаре а вот список кораблей как раз стоп операционный штаб франции у нас что считается европы да куда мне стоит отправлять мои самолеты европу до цена мне денег не туда так переме перевести отсюда вы можете управлять перехватчиками отправляйте их в любые регионы где есть спутниковое покрытие если расположить воздушный флот на разных континентах нам будет гораздо проще перехватывать летающие объекты противника понял вас рада что вы не забываете на у нас построен мы вниз пробить ксенологии через два дня будет запускаем вы готовы рисковать жизнью наших бойцов только ради того чтобы взять эту тварь живой боюсь что да мы зашли в тупик без живой особи мы вряд ли сделаем хоть какие-то новые открытия и что же вы предлагаете сделать доктор по результатам последнего вскрытия я могу утверждать что физиология пришельцев схожи с наш мощный электрический разряд выпущенный с близкого расстояния должен вызвать мышечный паралич и нарушить их с близкого расстояния а если не сработает вы правда думаете что ради этого стоит рисковать думаю да мы не знаем нашего врага как можно остановить то чего мы не понимаем если мы захватим живым хотя бы одно такое существо возможно мы сумеем с ним поговорить не помешает его допросить узнать что им нужно и где располагается их основная база да и ради этого как мне кажется стоит пойти на любой риск я в принципе могу построить специальный изолятор для пленников впрочем не представляю как наладить с ними контакт нет проблем я займусь этим хорошо тогда я поговорю с шефом видимо мы хотим поймать так исследование так новое исследование ксенофаллобе мы изучили ребят можете поставить на паузу прочитать это очень много много текста то есть ксенофаллобе я так понял это какой-то инкубатор где мы будем изучать и наложников то есть изолятор то есть если мы поймаем одного из них живого то есть мы его можем пытать или допрашивать так что у нас о фрагмент оружия так этот фрагмент все что осталось от мощного оружия на плотян а что даст если его изучу а то есть может мне пригодится в оружии какой-то да а это что такое материалы пришельцев ресурсы так быстрый проект пять дней бойцов но для этого потребуется панта на исследование вскрытие пять дней пять дней все пять дней чё будем вскрывать исследовать оружие чё будем делать чё лучше так дугомет а вот эта штука которая может предшельцев вырубить то есть шокер обычный ну ладно у меня фрагментов все равно не хватает придется походить на задание чё лучше оружие или вскрыть их посмотреть что у них внутри ладно давайте лучше оружие все-таки изучим пять дней я до сих пор не понимаю чего добиваются пришельцы они нас изучают нам кажется что они похищают людей без разбора но может быть в этом есть какая-то закономерность которую знаю пока не знаю чего им нужно мои бойцы так снайпер поддержка так у нас два русских да да два русских нас людмила и денис один американец родригес еврей установился в строй вошел ладно пока прокачивать моих бойцов ну что ж а на этом господа эту серию мы завершаем и следующей серии будем отправиться на следующее задание у нас исследование все такое довольно интересный затягивает всем пока всем удачи счастливо